заблокировался нет идут съемки мы должны внезапно засветить я смотрю ты под боковой свет клеишь то есть боковой свет все швы высвечивает лишь как поверхность идеально ну конечно эти обоины и все там прикрыто сейчас сейчас пока вообще нареканий никаких нет стены кривучие поэтому вот я так вот вижу вот 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 так вроде не выделяется но с какие какие особенности вот скажи в чем чем они отличаются от обоев которые были раньше лазерные тисненные то есть получается прежде чем клеить обои нужно пройти их грунт краской которую будет блокировать впитываемость клея правильно вот здесь эконом эконом вариант поэтому здесь вариант такой но фактически получается экономия на рабочем потому что тебе дольше приходится клей то есть у тебя клей сразу впитывается в стену тебе приходится отрывать тебе приходится эти морщины разгонять или же а жирномазы тоже опасность особенно на швах нашу швы очень не любят жирное нанесение когда следующая полоса вылазит на шве и потом кстати когда красишь эти места краска засвечивает их надо потом замывать хорошо палка с двух концов а в плане качества обои как сдуваются пузыречки ну приходится натягивать я имею ввиду обои волна волна натяжка натяжка идет или вот прям клеишь как как лист металла я клеил два вида флизелина толстого такого знаешь но фото фото печать на всю стену первые там было написано что но там и там было написано флизелин и они плотные были то есть такие а там напыление как типа пишут декоративная штукатура как как песочек какой-то напыляет сверху и так с виду они такие плотные думаешь что там будет они разбухать пузыри пузыри были все равно то есть на одном на одном виде обои были пузыри а второй мы поклеили вообще идеально волна пошла супер гипс-картон собраны надо кошками на дверь на жизнь просто это не мы делали сразу говорят а вы сейчас пойдете комментарии писать нас чисто позвали поклеить обойки и вот уголочки откосики сделать этим занимается заказчик говорит и будет устраивать самое главное что заказчика это устраивает вот серёг наконец-то я увидел твой шовчик вот он он потом убирается а если я выключил эту лампочку его не найдешь я его никогда не а ну-ка дай-ка я вот это попробую найти не не второй ну да но ты его уже подогнал но я то его не нахожу нет вот же я вижу что вот я шов где угодно найду а кстати с подгонка в рисунка как он как вам такая затея вот это вот самое веселье чуть-чуть тянутся это о чем говорит это говорит о том что то тонкий флезелин и что он размокает что некачественный флезелин давай давай уже серёг мы что-то стесняемся говорим говори как есть сейчас полно на рынке некачественного флезелина то есть настоящий флезелин он вообще не тянется такой нормальный качественный который скажу если мы клеим на первичку то какой тут дорогой флезелин может быть но работа то у нас остается такой же поэтому какой мы можем сделать вывод я за серёгу сделаю вывод работать работать надо работать это первый вывод второй вывод работать надо получать не люлей а денег и 3 вывод если заказчик экономит за счет материала он не должен экономить за счет нашей работы если это увеличивает наше время в работе мы должны это объяснять правильно я говорю я я всегда правильно говорю чтобы нам заплатили побольше серёга уже не выдержал он просто там пару косяков увидел и он понял что я могу засветить правильно я говорю я слишком близко за свечу я я отхожу у тебя просто слишком мощный прожектор ты там чуть-чуть ваты убавь вообще отлично вообще все беленько не я кстати серёг швы швы вижу да я вообще ничего не вижу я если очки снимаю серёг я вообще ничего не вижу вот так ладно не буду тебя раздражать больше давай